вы смотрите очередное видео на тему как стать миллионером видео номер три она больше имиджевая то есть она позволит вам оценить свою способность как легче достичь поставленной цели заработать 1 миллион вы же хотите работать легче работать в удовольствии или знаете как с трудом вам нужно чтобы пыли много шума было вот знаете так без пыли и шума как заработать 1 миллион вот это видео как раз на эту тему она оценит насколько вам легко это будет сделать безусловно вы понимаете что имея цель да вы знаете свою цель первый миллион заработать вы определились примерно со скоростью движения то есть вам нужно определенный запас времени для того чтобы это выполнить и вот фактически безопасную скорость движения вы можете оценить по видео номер один и два на тему как стать миллионером потому что вы же понимаете что движение это здорово желание заработать миллион это прекрасно вопрос будет ли у вас такая возможность хватит ли вам уровня здоровья вот тесты номер один и номер два они как раз на эту тему не как раз покажут если вы их не смотрели обязательно посмотрите если вы подписчик моего канала вам это будет сделать проще вот поэтому это нужно обязательно сделать но вы знаете знать цель как заработать 1 миллион и видеть цели перспективе ее две большие разницы у вас должно быть видение перспективное но этого тоже мало очень важно видеть путь весь путь к цели прописать весь путь к цели как заработать миллион важно сделать первый шаг вы знаете что путь длиною в там в тысячу миль начинается с первого шага а для этого вас должно быть великолепное прекрасное зрение ну как сохранить зрение вы тоже можете найти такое видео на моем канале как вернуть зрение она вам тоже понадобится потому что вот этот тест как раз оценивает фактически активность этой системы то есть насколько хорошо у вас зрение отражает ваш биологический возраст я прекрасно понимаю что для того чтобы двигаться к миллиону а у вас плохое зрение вы не можете прочитать текст что вы делаете вы одеваете используйте различные аксессуары то есть вы инвестируете деньги в то чтобы лучше читать я вас прекрасно понимаю вы знаете моды настолько переменчиво в этом году модный овальные очки следующем будут квадратные потом треугольные потом непонятно какой другой формы а все эти аксессуары стоит денег будете вы вкладывать деньги инвестировать в очки и контактные линзы это инвестиция да я вас прекрасно понимаю это будет отрывать вас от заработка того самого миллиона то есть отвлекать от поставленной цели не лучше ли решить сразу несколько задач вкладывать инвестировать деньги в свое здоровье а может быть инвестировать в новый тренинг который позволит вам еще эффективнее двигаться к своему первому миллиону или съездить за границу узнать опыт миллионеров других странах каким образом они достигли этого знаете опыт никогда не будет лишним вы вынуждены инвестировать в аксессуары да они вам необходимы но это такая знаете не самые эффективные инвестиции поэтому я вам предлагаю легко и просто оценить свой биологический возраст определить точку а дальше вы будете понимать какую сторону вам нужно двигаться оценить биологический возраст по состоянию зрительного аппарата знаете легко и просто это вы можете сделать течение буквально нескольких минут вы знаете в отличие от других тестов этот я проведу вместе с вами я беру для этого книжку вам тоже понадобится книжка можете мою использовать можете какую-то другую не вопрос открываете книжку для себя немножко боком чтобы вам было правильно все видно вот открываете книжку на какой-то странице и вам нужно будет читать но не просто читать для того чтобы просто прочитать текст я понимаю что вы читать умеете задача немножко сложнее вам нужен будет индикатор индикатор самый простой если думаю что у каждого доме обычная измерительная линейка то есть биологический возраст определяется способностью читать на максимально близком к себе расстоянии то есть чем ближе расстояние на котором вы можете читать текст тем вы моложе тем лучше ваш орган зрения и тем лучше ваш имидж фактически потому что вы знаете ходить с очками это здорово но это расписываться в том что вы имеете определенный уровень здоровья ходить носить лысину тоже здорово но это опять таки уровень нездоровья знаете значительно лучше носить конечно не парик а родные волосы знать как их сохранять все просто итак я беру линейку нулевой отметкой прислоняете примерно к уровню глаз и дальше читаете текст на том расстоянии на котором вы еще способны его читать вот а расстояние соответственно будете замерять я специально собственно линейкой к вам чтобы вы видели как я провожу этот тест легко и просто итак берем читаем значит миф 50 в ожидании очередного конца света о печени можно не беспокоиться до ситуации разные конечно бывают знаете что такое индивидуальный конец света это смерть человека смерть биологической а знаете что чаще всего является причиной смерти нарушение в работу сердечно-сосудистой системы в 50-60 процентов случаев смерть наступает вследствие этих заболеваний состояние сердечно-сосудистой системы играет роль три фактора мощность насоса сердца вязкость крови состояние сосудов прочность и проходимость все они так или иначе связаны с работоспособностью печени печень посредством выработки специфичных белков обеспечивает прочность генозной стенки ну и так далее я не буду вам зачитывать всю книжку как видите я вот остановился на каком-то делении попробую показать вам пусть вы видите его я немножечко так итак мое деление ну это 9 сантиметров то есть я мог читать текст расстояние 9 сантиметров ну давайте посмотрим биологический возраст который которому соответствует это расстояние у вас получилось другое то есть вы можете принципе остановить видео попробовать почитать и дальше составите свое представление то есть видите на каком расстоянии вас это получилось вот оценки очень простые если вы читаете на расстоянии 71 миллиметр это биологический возраст аж 10 лет вы понимаете у детей хрусталик он достаточно эластичный почему так происходит все очень просто есть хрусталик он способен изменять свою кривизну и фокусировать изображение на сетчатке и вы видите если хрусталик хороший эластичный то есть мышцы его сжимают хорошо кривизна изменяется хорошо вы приближаете к себе все равно способны его читать все прекрасно если хрусталик более такой жесткий мышца его плохо обжимает соответственно он на какого-то уровня так дальше фокусное расстояние не позволяет все и практически старение хрусталика это уменьшение его эластичности и слабости мышц соответственно тоже поэтому биологический возраст очень просто проявляется то есть если человека хрусталик более такой жесткий понятно что здоровье уже далеко не то ну цифру я вам свою сказал вы увидели в принципе я делал это прямо перед вами читал реально текст 200 страниц книги я не собираюсь перечитывать если вам она понадобится не вопрос вы можете легко заказать 50 мифов как не убить печень как сохранить здоровье и когда жить до того самого миллиона потому что ну это отсюда зависит ваш биологический возраст значит 71 миллиметр это 10 лет 83 миллиметра это 15 лет то есть 8 сантиметров и 3 миллиметра 100 миллиметров это 20 лет я оказался так получилось я просто немножко знаю что такое здоровье как его беречь меня получилось 9 сантиметров то есть 90 миллиметров получается по органу зрения биологический возраст где-то между 15 и 20 годами далее если у вас получилось 125 миллиметров это 25 лет если 143 миллиметра это 30 лет если 175 миллиметров это 35 лет если 222 миллиметра это 40 лет 310 45 400 то есть 40 сантиметров 50 лет 500 то есть 50 сантиметров это 55 и больше ну вы видели многие люди читают увы не вот так и не могут так читать текст они читают его вот так эти появляется дальнорукость не проведет дальнозоркость дальнорукость руки приходится выдвигать вы знаете в возрасте 60 70 лет биологическом рук не хватает потому что там фокусное расстояние это уже метры и увы но вы знаете ситуация обратима я тоже одно время назад некоторое время назад читал не могу сказать так я не читал никогда не читал но вот на таком расстоянии приходилось читать ближе не мог читать немножко занялся этим я знаю как это сделать видео как сохранить вернуть улучшить зрение есть на моем канале не вопрос читайте смотрите улучшайте свое зрение если вам нужна более подробная информация как это сделать с точки зрения целостного организма потому что там великолепный очень простой тест как улучшить зрение с помощью банальной книги то есть легко и просто нам часто говорили что это вредно знаете возможно вредно чтобы пораньше одеть очки но для зрения очень полезно правильно читать книги и правильные книги читать не вопрос если вы считаете что это видео полезно вашим друзьям знакомым не стесняйтесь делитесь с ними узнаете биологический возраст пусть они узнают свой биологический возраст знаете имея точку тоже где-то руководство действий либо мы можем ничего не делать в этом направлении уже все хорошо либо мы вынуждены что-то все-таки делать если не все так хорошо не все нас устраивает потому что носить очки это здорово вы знаете жизнь без очков она лучше она красивее обзор больше очки все-таки немножко ограничивают вас ограничивает ваш взгляд на окружающий мир и на те способности как проще и легче заработать тот самый первый миллион ну а я это видео наверное буду заканчивать и подумаю какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия